У Саши сейчас такой период влюбленности, период переживаний, потому что многие спортсмены же всегда жалеют. Я знаю много ветеранов, которые приходят и рассказывают байки о том, что вот я в свое время в молодости мог бы поднять столько, а я поднял столько. Как я жалею об этом? И Краснову об этом и говорю, что осталось не так много времени, буквально 3-4 года, если ты сейчас вот эти усилия свои не бросишь на то, чтобы добиваться результата, тогда можно в принципе и сейчас уже завязывать. У Гена Мурата схожая ситуация с Красновым, да? То есть у него в какой-то момент он больше перестроился на, наверное, на семью, на ребенка. Если бы у меня была возможность сделать Гене зарплату в 100 тысяч рублей, что позволило ему спокойно, беззаботно уехать на сборы, оставить семью, и они бы там жили, тогда да, это другой вопрос. Но у меня такой возможности нет, к сожалению. По поводу некоторых спортсменов, которые вот сейчас был чемпионат России, например, вот Краснов, ты являешься тренером Александра Краснова, по поводу его выступления можешь как-то прокомментировать? Он вроде бы, я когда брал у него интервью, он готовился, собирался, там, собирать свои лучшие килограммы, а вот так получилось, что что-то у него не получилось. Это просто какой-то финал, там, подготовки, там, подводки, ну, что-то, какая-то ошибка в подготовке или вот закономерный такой результат? Ну, скажем так, что на данной подготовке я не принимал участие в подготовке Саши к соревнованиям. Ну, у меня есть, как бы, я прекрасно понимаю, почему получилось такое не очень хорошее выступление, потому что, ну, у нас в жизни у каждого случаются какие-то периоды, там, в семье, в работе и так далее, и так далее. Ну, у Саши сейчас такой период влюбленности, период переживаний, период вот этого, ну, любви, да, то есть, вот этих отношений. Соответственно, они, наверное, и стали причиной вот такого выступления, потому что вот это эмоциональное состояние его, которое помешало его подготовке, он больше думал не о тренировке, нежели о своих личных отношениях, вот это ему и помешало. Ну, а я, наверное, как тренер, ну, не могу сейчас оценивать свои действия, правильно ли я это сделал или неправильно. Я просто принял решение отстраниться и посмотреть и подождать, чтобы у него голова встала на место, и он сам эту ситуацию внутри себя осознал и понял, что для него сейчас важнее все-таки, да. Для каждого спортсмена, для каждого человека правильно, самое главное, это правильно и вовремя расставить приоритеты свои для достижения определенных целей. Соответственно, если вы выстраиваете приоритетным спорт, достижение цели, там, стать чемпионом России, выполнить норматив мастера спорта международного класса и попасть в сборную на чемпионат Европы, поехать, Соответственно, вы должны отказаться от всего, да, от личных отношений, от семьи, от друзей, а сконцентрироваться, в частности, именно на тренировках и на подъеме килограммов и для прогрессирования. Соответственно, все остальное должно отойти на второй план. Ну, у Саши получилось по-другому. У него сейчас, он посчитал, что семья, семья и личные отношения, они важнее. Ну, соответственно, вот от этого и результат. Надеюсь, что Саша у него с головой, ну, я считаю, что все в порядке, поэтому он, ну, и мы с ним опять же поговорим. Я думаю, он пересмотрит свое отношение, если все-таки он хочет добиться какой-то цели в спорте, ну, хороших результатов, то опять же, приоритеты надо по-другому расставить и идти дальше для достижения этой цели. Если нет, то можно спокойно, там, жениться, рожать детей, идти работать в зал, поднимать, 100 килограмм рвать и 120 толкать, занимать призовые места. Но опять же, говорю, каждый человек до себя выстраивает свои приоритеты. Ну, в нем виден такой потенциал? Ты в нем видишь, как в спортсмене? Знаешь, когда... Или он реализовал все свои возможности? Нет, у него, он еще не реализовал, я уверен на 100%, что он не реализовал свои возможности, вся проблема в голове, опять же, вот, просто сейчас такой период. Вот, если, и я ему сам говорю, что у тебя совсем осталось немного времени, чтобы все-таки до конца и полностью реализовать себя, чтобы потом не жалеть, потому что многие спортсмены же всегда жалеют. Я знаю много ветеранов, которые приходят и рассказывают байки о том, что вот я в свое время в молодости мог бы поднять столько, а я поднял столько, как я жалею об этом. И они начинают тренироваться, ну, соответственно, по ветеранам они занимают там какие-то места, но очень всю жизнь практически жалеют о том, что не реализовали себя в молодости. Вот я Краснову об этом и говорю, что осталось не так много времени, там буквально 3-4 года, если ты сейчас вот эти усилия свои не бросишь на то, чтобы добиваться результата, тогда можно, в принципе, и сейчас уже завязывать, и идти работать тренером, не мучить ни себя, ни тех людей, которые в тебя вкладывают душу, так скажем. Ну, и надеюсь, что он поймет, как бы. А Геннадий Муратов, ты являешься его тренером? Я являюсь его тренером, но, скажу честно, опять же, активное участие в его подготовке я не осуществляю. Я знаю, что сейчас, ну, его личный тренер тренирует и помогает ему Ловчев Владимир, отец Лехи Ловчева. Соответственно, я, можно сказать, являюсь его больше таким директором школы, его менеджером, ну, то есть в этом плане работаю. Но, опять же, вот у Гена Мурата схожая ситуация с Красновым, да? То есть у него в какой-то момент он больше перестроился на, наверное, на семью, на ребенка. И вот эти тренировки, опять же, на это есть какая-то причина, наверное, вот эти тренировки и достижение цели, они ушли почему-то на второй план. Я не снимаю с себя вины, что в какой-то степени, раз я являюсь тренером, я где-то не мог ему подсказать или еще кто-то. Твой вопрос в том, что будет ли прогрессировать и сможет ли поднимать Гена Муратов, опять же, да, такой же вопрос, как и Краснова. Ну, еще один вопрос дополнительный хотел задать. Я просто видел в социальной сети, он давал объявление о наборе группы для занятий тяжелоатлетикой. Просто если заниматься, он же профессионал, можно сказать. Если у него подход профессиональный, то, по идее, у него не должно быть такого свободного, настолько свободного времени. А если он старается вот уже заниматься этим, то, получается, либо он завязывает, вот как раз хотел бы... Ну, об этом мы и говорим. Значит, почему это все происходит? Потому что спортсмен, опять же, в какой-то степени поставил семью, естественно, выше своих достижений цели в спорте. Соответственно, сейчас есть семья, сейчас есть ребенок. И эту семью надо кормить, ребенка надо обеспечивать. Ну, если, допустим, спортсмен добивается уровня, сначала добивается уровня сборной и уже попадает в сборную и может себе позволить обеспечить семью, то у Гены получилось, что он оказался немножко ниже сборной, еще не достигнут. А семья уже есть, то есть ее надо кормить. Соответственно, сейчас он в очень сложном положении, в принципе, к нему нельзя там никаких претензий в плане того, что он пошел работать. Я с тобой полностью согласен, что в такой ситуации я, конечно, не вижу возможности его именно показать свои лучшие результаты и вернуться в профессиональный спорт. Да, он может выступать на Кубке России, на чемпионатах, занимать призовые места, но что не позволит это в этой ситуации подняться на международный помост, так скажем. В этой ситуации я не могу никак повлиять или помочь. Знаешь, если бы у меня была возможность сделать где-то зарплату в 100 тысяч рублей, что позволило ему спокойно, беззаботно уехать на сборы и оставить семью, и они бы там жили, тогда да, это другой вопрос. Но у меня такой возможности нет, к сожалению. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!